Привет, друзья! Меня зовут Иван Никитин, я руководитель этого обучающего проекта по 3D-графике и дизайну, на сайте которого вы находитесь. В этом видео хочу рассказать о том, как вы можете расширить свое портфолио и получать в два раза больше заказов, чем есть у вас сейчас. Либо получать просто больше заказов, если у вас их вообще нет. Соответственно, вы наверняка знаете, что есть два основных, самых крупных направления в визуализации. Это визуализация интерьеров, с этим все понятно, это дизайнеры, это различные планировочные решения, которые вам нужно визуализировать, и экстерьеры. С этим направлением не все так понятно, и почему-то многие его недооценивают и, в принципе, этим не занимаются, как показывает практика, но очень зря. Почему сейчас объясню. В случае с экстерьерами конкуренция сильно ниже, но проектов при этом не меньше. То есть, есть огромное количество различных проектов, которые нужно делать постоянно. Чем представлены проекты экстерьеров? Это, как правило, наружная реклама, различные стенды рекламные, вывески, фасады, в том числе входные группы, какие-то салоны красоты, я не знаю, в любые компании. Которые согласуют, в свою очередь, часто с архитекторами города, чтобы это все согласовать, но в рамках проекта как это будет выглядеть. Но это отдельная история. И также компании, которые занимаются проектированием, строительством домов и сами по себе застройщики. То есть, те жилые комплексы, коттеджные поселки, отдельно стоящие высокие дома, многоквартирные. А это все застройщики. Также есть частные компании, которые открывают, например, павильон, либо какой-то новый офис и согласовывают это все с администрацией города на той земле, где это будет стоять, чтобы все было согласно нормам, правилам и так далее. Нас здесь интересуют больше всего вот эти две категории, даже три получились. То есть, это проектировщики, строители и застройщики, которые строят различные дома, различную архитектуру. Почему? Потому что это самый массовый рынок. И здесь достаточно много проектов, и они стоят немалых денег. То есть, с ними интересно и выгодно работать. Соответственно, здесь вы можете взять и сделать по шагам следующие вещи, чтобы вы могли расширить свое портфолио и зарабатывать больше на этих проектах, и выбрать больше проектов в свою работу. Первый момент, который вам нужно сделать, вам нужно найти несколько компаний, которые занимаются либо проектированием, либо строительством домов. Это очень просто. То есть, находите 10-15 таких компаний, находите их сайты и смотрите, что представлено на их сайтах. Как правило, это либо каталоги домов, которые они могут построить для своего клиента, либо какие-то услуги по проектированию и, соответственно, строительству. Этим компаниям второй пункт вы пишете, что вы можете сделать их проекты. Более интересными, более красивыми. И просите за это сильно меньше денег, чем это стоит. Так как у вас пока нет портфолио, если его нет, то, соответственно, вам это портфолио в первую очередь нужно наработать. Лучше всего, если вы будете это делать уже конечным вашим клиентом, соответственно, он вас может направить и подсказать, что не так. Как это было в моем случае, кто смотрел историю, наверняка это помните. Естественно, что по этим ценам вы не должны работать всегда, это просто для того, чтобы начать. Третий момент – вы тем самым создаете свое портфолио. То есть, сделав один первый проект, у вас получается окружение, которое будет стандартным для любого дома. У вас будут настроить свет, у вас будет шаблонная сцена, в которую вы потом просто вставляете новый дом. Делается это очень быстро. То есть, первый дом вы будете делать, понятно, дольше всего. А потом вы просто будете менять модель, текстурировать ее, настраивать материалы по шаблонам, потому что это материалы дерева, как правило. Текстуры там плюс-минус похожи, одинаковые. И из этих заготовок вы быстро сможете собирать последующий проект. То есть, один, два, три дня максимум на последующий проект у вас будет уходить. Вы сможете зарабатывать на этом неплохие деньги с вами. Когда у вас сложилось портфолио, вы тем же самым компаниям, ну, может быть, другим компаниям, которые более интересные проекты делают для вас, да, предлагаете уже свое портфолио. То есть, предлагаете портфолио и адекватные деньги за это просите. Говорите, что у вас есть опыт, предлагаете сделать тестовый, там, пробный проект, чтобы показать свой уровень, опять же, в работе, в сотрудничестве. И таким образом получаете постоянного клиента, который вас снабжает этим проектом. Так как они их постоянно проектируют и строят, то работа есть всегда. И не всегда у этих людей, как правило, есть какой-то штатный визуализатор, и не всегда у них есть хорошие проекты, в принципе, на сайте, поэтому они в этом заинтересованы. Теперь, очень важный момент. Когда вы будете работать с этими компаниями, всегда, по-любому, у разных компаний будут возникать ситуации, когда вам нужно сделать деревянный дом. Потому что деревянные дома сейчас достаточно востребованы. Для примера, статистику приведу, за пару последних лет спрос на деревянные дома из бруса и бревна вырос на 60%. Продолжает расти. То есть эти деревянные дома заказывают все чаще, соответственно, строят все чаще, и все чаще нужна визуализация на эти дома. Но специалистов, факт таков, что специалистов достаточно мало на рынке, которые могут эту работу адекватно сделать. Как показывает практика, 98% специалистов недовольны своим результатом. То есть они хотят его улучшить, хотят избавиться от определенного рода проблем. Это проблемы как в моделировании бревна и бруса самих по себе, чтобы сделать реалистичное бревной брус, чтобы оно не выглядело, как обычный кубик. Сделать стыковку этих элементов, собрать из него дом, получается. Подрезать правильно под крышу, окна, двери все эти элементы, то есть деревянные. И сделать, оформить правильно вот эти вот элементы стыка, чтобы это все выглядело аккуратно и как это делается в жизни. Потом возникают сложности с текстурированием. У очень многих людей с подбором правильных текстур, чтобы это выглядело натурально. Потому что если взять неправильную текстуру, то это прям сильно убивает результат. Просто сравнить качество и некачественную текстуру, разница огромная. Соответственно, параметры материалов, там, блики, отражения, чтобы дерево выглядело натурально. Что очень важно в деревянном строительстве. То есть любой заказчик, который вам будет заказывать деревянный дом, и в принципе любой дом, он будет очень сильно на это внимание обращать. Поэтому, чтобы вот этих всех сложностей избежать с самого начала, не учиться, как я, на ошибках на реальном клиенте, которого я бы 100% завалил и просто не стал бы этим заниматься, если бы он мне не помогал. А делать это уже с построенной проверенной системой, без вот какого-либо головняка, ошибок и так далее. Для этого мы подготовили для вас мастер-класс, на котором пошагово разберем все элементы создания подобных проектов деревянных домов, ну и экстерьера в целом. То есть разберем готовый проект пошагово, как он делался, покажем на примере, прям с показом экрана. То есть вы будете видеть весь процесс моделирования этого дома, основных его элементов, сборки дома из этих элементов бревен и бруса. Также вы получите инструменты и готовые рекомендации по текстурированию этого дома. Как это сделать в автоматическом режиме, как это сделать в таком полуручном режиме, в зависимости от вариантов моделирования. Как настроить правильно материалы, как это все соединить в едино, подрезать под крышу, под двери, под окна сам брус и бревно. И получить хороший, качественный результат, который можно распечатать даже в журнале, либо там разместить где-то на главной странице сайта той компании, которая у вас будет это все заказывать. Тем самым вы расширяете портфолио, избегаете большинства ошибок специалистов, которые обязательно с этими ошибками сталкиваются. И получаете вот такую готовую систему работы, которую можете сразу использовать на практике. На мастер-классе за один вечер мы с вами все это разберем. Соответственно, поделимся опытом, расскажем, как моделировать эти дома и дадим вам кучу шаблонов. То есть дадим вам готовые бревной и брус, уже модели готовые, стыкованные, чтобы вы могли использовать себя в проекте. Дадим готовые настроенные, подготовленные текстуры, материалы. Дадим готовую сцену для тестовых рендеров и дадим готовый проект, чтобы вы могли разобрать его изнутри и сделать по чертежам такой же точный проект для тренировки. Чтобы у вас в портфолио сразу уже был, чтобы вам было что показывать заказчику. Это все пройдет совсем скоро. Даты этого мастер-класса вы найдете рядом с этим видео. И для участников предварительного списка вы можете зарегистрироваться в форуме ниже и получить скидку 30% и дополнительные материалы, полное описание этого мастер-класса сразу откроются вам после регистрации. Записывайтесь в форуме под этим видео и увидимся на мастер-классе. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok